Надеюсь, слышно. Всем большое спасибо за терпение. Как раз была такая незначительная пауза, решали технические проблемы и ждали тех, кто опаздывал на вебинар. Так, начнем заново, потому что уже был вебинар, рассказал, теперь надо его повторить. Вот, коротко о себе, меня зовут Лысюк Андрей, я бизнес-аналитик, бизнес-анализом занимаюсь более 15 лет. Также, когда занимался бизнес-анализом, попробовал себя и в других ролях. Получилось так, что пришлось освоить и профессию PM, и дорасти до продукт-онера, имею такой немаленький опыт, которым хочу с вами поделиться. Все, что я буду рассказывать, это я рассказываю, именно базируясь на своем опыте. Знания черпалось в многих источниках, кое-что удалось проверить, даже не кое-что, а многое удалось проверить на практике. И именно вот как, не по Википедии буду рассказывать, а именно по тем прецедентам, которые удалось прочувствовать на себе. Итак, поехали. Так, как оно тут едет? Буду сегодня вам рассказывать о бизнес-аналитиках, вообще кто они такие бывают, кто такие аналитики, как они делятся, кто чем занимается и кто из бизнес-аналитиков, какие роли и какие функции бизнес-аналитики выполняют в IT. Зайдя на сайт работа.com.ua или Work.ua или другие сайты, которые предлагают вакансии, можно найти море вакансий, у которых звучит фраза. Требуется аналитик, требуется бизнес-аналитик, требуется системный аналитик. Как показала практика, зачастую люди, которые публикуют такие вакансии, не до конца разбираются в терминологии. В принципе, начиная разбираться в этой терминологии самостоятельно, я пришел к выводу, что она не устоявшаяся. И чтобы дальше с вами вести нормальный и интересный диалог, и чтобы этот вебинар был полезен, давайте договоримся о понятиях. В понятии аналитики, которые существуют в IT, существуют в быту, часто включаются такие профессии. Это бизнес-аналитик. На этих профессиях я остановлюсь через минуту. Это системный аналитик, дата-аналитик, функциональный аналитик, финансовый аналитик и, как ни удивительно, requirement management. Теперь коротко... Ой-ой. Анастасия, мне нужна ваша помощь. Так, теперь коротко о каждых аналитиках. Первое. Это бизнес-аналитики. Кто такие бизнес-аналитики? Это те люди, которые анализируют бизнес-процессы, где их область применения. Самое простое — это на неком предприятии, которое работало, приглашают бизнес-аналитика, который описывает бизнес-процессы, описывает производство, описывает workflow, описывает потоки данных, представляет это в основном в диаграммах, часто используются BPMN и EDF0. Для чего? Для того, чтобы потом проанализировать эти бизнес-процессы, для того, чтобы потом сделать выводы, как провести оптимизацию, на каком этапе усилить, на какие этапы, допустим, производстве выбросить. Как правило, эти бизнес-аналитики уже предлагают после этого готовые решения по оптимизации бизнес-процессов и по управлению бизнесом. Чаще всего эти бизнес-аналитики внедряют в CRM-системы. Следующие аналитики наши — это системные аналитики. Чем занимаются системные аналитики? Системные аналитики занимаются в основном производством программного обеспечения. Какие термины в их предметной области? Это требования. Это сбор требований, выявление требований. Это не значит, что бизнес-аналитики и другие аналитики не выявляют эти требования. Но системные аналитики этим занимаются, скажем так, более чем другие аналитики. Дальше. В их предметной области есть такой еще термин, как программа, потому что системные аналитики занимаются разработкой программного обеспечения, следовательно, разработкой программ. Они пишут user story, use case. При сборе требований используют моделирование данных. Для моделирования данных системные аналитики используют UML, универсальный модельный язык. На этом остановимся попозже. Еще такой момент, основная роль системного аналитика в IT это посредник. Это посредник между бизнесом, между продуктовым, между людьми, которым нужна программа, и программистами, которые эту программу производят. То есть системный аналитик переводит из языка обычных людей на язык понятных программистов. Из языка программистов переводит на язык, который понятен обычным. Так вот некий посредник в IT. Также к аналитикам, их тоже почему-то называют бизнес-аналитиками, относят таких людей, которые я называю дата-аналитики. То есть это люди, которые анализируют данные. Это люди, которые постоянно собирают данные, которые занимаются статистикой, что есть в их предметной области. Они понимают, в чем разница между средним и медианом. Они знают, что такое ошибка выживших. Программа, которую чаще всего они используют, это табло. Для чего это все они делают? Для того, чтобы сделать отчеты. Все это строится на ДВХ, это Data Warehouse, это огромное хранилище данных, в которых собираются данные со многих источников и преобразуется в понятные подробные отчеты, которые потом можно будет проанализировать. Как раз дата-аналитики очень хорошо разбирается в том, чем медианно отличается от среднего. Хотел на этом остановиться, но не буду останавливаться. Лучше остановлюсь потом на семинаре. Дальше. Есть еще такие аналитики, которые тоже считаются бизнес-аналитиками. Это функциональные аналитики. То есть аналитики, которые анализируют функции. Как ни странно, они тоже занимаются программным обеспечением и тоже очень часто встречаются в IT. Они собирают требования, они пишут story, они описывают бизнес-процессы. И они углубляются в функциональные системы и функциональные требования. Чем они отличаются? Основное отличие от вышеупомянутых системных аналитиков. Все очень просто. Системный аналитик углубляется в систему. А функциональный аналитик ее изучает более поверхностно, более делая акцент на пользовательских сценариях и больше делая акцент на потребностях пользователя и на функциях, которые необходимы для этой системы. Это функциональный аналитик. Дальше. Аналитики и не аналитики, но тоже считаются аналитиками. Это requirement manager. Это управляющие требования. В их предметной области следующие термины. Это scope, это backlog, это improvement, change request, user story, управление с требованиями и такая вот идиома, типа разбить story. Вот что они делают? Когда собираются все требования, когда системные и бизнес аналитики, и функциональные аналитики зафиксировали требования, эти требования погружаются в так называемый backlog. После чего идет управление этими требованиями. Вот как раз и управление – это часть работы, которой занимаются requirement manager. Они тоже анализируют предметную область, они тоже анализируют потребности заказчика, они тоже анализируют развитие системы и выдавая по порциям требования для производства программного обеспечения. Вот, надеюсь, с этим понятно. Если не понятно, пишите в чат вопросы. О, да, еще есть один аналитик, который называется финансовый аналитик. Он тоже часто фигурирует под названием бизнес-аналитик или просто аналитик. Это люди, которые анализируют, куда лучше вложить деньги, куда лучше инвестировать, где лучше доход, где лучше доход, расход, что такое воронка продаж, что такое прибыль, управление рисками. Как ни странно, вот почему-то тоже в эти области эти аналитики тоже встречаются. Вот, и тоже называются аналитиками. Теперь идем дальше. И что нам интересно? Нам интересно, какие аналитики вообще более востребованы в такой предметной области, как IT. Это, конечно же, бизнес-аналитики, потому что для чего сделано IT? IT – это информационные технологии, которые облегчают людям жизнь, которые помогают оптимизировать некие процессы и автоматизировать эти процессы. Вот, следовательно, нам нужен бизнес-аналитик с его умениями и навыками, которые проанализируют предметную область, распишут предметную область, распишут процессы, распишут workflow и представят это в удобоваримом виде в читаемых диаграммах. Для чего? Для того, чтобы потом, проанализировав ее, сказать, вот эту вот часть можно автоматизировать, вот эту вот часть можно заменить программой. Вот здесь программа поможет людям. Вот, системные аналитики тоже встречаются в IT. Это их прямая обязанность изучить предметную область, собрать требования, вот, придумать также, скажем так, новую предметную область, где может использоваться программа, тоже собрать, выявить требования, задокументировать эти требования и задокументировать требования в таком виде, чтобы это было удобно для разработчиков. Функциональные аналитики. Есть программа, есть функции. Программа может быть большая. Если, допустим, бизнес-аналитик видит все процессы, если системный аналитик видит всю систему, то функциональный аналитик видит часть систем, потому что системы бывают настолько грандиозные, что их нельзя охватить полностью. И функциональной аналитику достается какая-то функциональная часть, и он за нее отвечает. Он контролирует, как производятся там и улучшаются функции. Эти люди тоже востребованы в IT. Следующий, requirement manager. Мы собрали требования с функцией, мы собрали требования от системных аналитиков, даже от таких персонажей, которые называются продуктовыми, и этим надо управлять. Иногда надо требования разделить, иногда надо требования дополнить, иногда их надо улучшить. То есть этим занимаются requirement managers. Поэтому, допустим, в разделах по поиску работы или в статьях на DOE, если вы встречаете бизнес-аналитиков, системных requirement managers и функциональных аналитиков, то знаете, это просто аналитики, которые востребованы в IT, которые участвуют в разработке программного обеспечения. Есть такой свод знаний, который называется «бобок». Он всех этих аналитиков называют просто бизнес-аналитиками. Для чего? Для того, чтобы было легче и для того, чтобы было понятно. Почему? Потому что я здесь делал, допустим, деление достаточно условное, но чтобы было понятно, что все перечисленные навыки, которые были перечислены выше про каждого из аналитиков, про бизнес-аналитика, системного, data-аналитика, functional-аналитика, финансового аналитика, requirement manager. Всеми этими знаниями и навыками должны обладать все аналитики. В той или иной степени приходится встречаться и системному аналитику с управлением требованием, и бизнес-аналитику с описанием требований для того, чтобы разрабатывать программное обеспечение. Поэтому Бобок называет их все бизнес-аналитиками. И в этой терминологии я предлагаю двигаться дальше. Давайте медленно пойдем дальше. Так, следующее. Для того, чтобы понять, где же востребованы наши бизнес-аналитики, надо остановиться на таком процессе, который называется производство программного обеспечения. Он здесь расписан плюс-минус, ну, недостаточно подробно, потому что если описывать его достаточно подробно, там много итераций, но основные веки указаны. Первое. Для того, чтобы, когда мы принимаем решение создать программу, мы же принимаем решение создать не с нуля. Возникает некая идея, что давайте автоматизируем вот такую вот вещь. То есть из ничего появляется что-то. То есть это может быть стартап, давайте вот сделаем интересную вот такую вот вещь, сделаем великолепный новый программный калькулятор, инженерный, который решит все проблемы вообще всех студентов и школьников навсегда. Вот. Или у нас была какая-то чудесная программа, давайте ее улучшим, появляется идея, чтобы ее улучшить. Или был какой-то производственный процесс, и придумали сделать какую-то роботизированную машину, для которой надо написать программное обеспечение для того, чтобы она помогала людям и всем было хорошо. Возникает идея. После того, как возникает идея, надо эту идею развить, и надо вообще собрать и выявить требования к этому программному обеспечению для того, чтобы понимать, что делать. Потому что идея – это, ну, как показала практика, идею можно зафиксировать на листе бумаги, на двух листах, на салфетках. Можно зафиксировать. Но для того, чтобы эту идею воплотить в жизнь, надо собрать и выявить требования. После выявления и сбора требований, то есть мы смотрим, ага, программный инженерный калькулятор делаем, к примеру, что для него надо. Для него надо, допустим, выяснить, а сколько там, какие кнопки будут, а какие функции – это все сбор требований. Потом после того, как требования мы собрали, выявили, мы приступаем к моделированию. Мы нарисуем его на бумажке, мы посмотрим, как эти кнопки разложить. То есть перед тем, как что-то делать, 7 раз отмерить. Мы порисуем, посмотрим, помоделируем, сделаем некие прототипчики, посмотрим, как оно удобно, неудобно. После того, как мы уже все отмоделировали, мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Если это программное обеспечение. Мы разрабатываем, уже подключаются программисты, то есть программируют, программируют, программируют. После того, как все это пропрограммировано, мы переходим к проверке. Тут нам помогают тестировщики. Мы все протестировали, нас все устраивает, с первого раза написали без ошибок, и отдаем во внедрение и в эксплуатацию. Вот так вот из этих этапов состоит процесс разработки программного обеспечения. Так, давайте пойдем дальше. Теперь надо понять, а где вообще принимает участие наш бизнес-аналитик. На этапе формирования идеи он может принимать участие, а может не принимать. Почему? Потому что идея может прийти в голову кому угодно. И наш бизнес-аналитик уже подключается на следующем этапе – сбора выявления требований. После того, как требования собраны и выявлены, нам тоже нужен бизнес-аналитик, потому что он сможет и он имеет и должен иметь такие навыки, которые помогут ему смоделировать нашу будущую систему и запрототипировать. Кстати, вот это моделирование и прототипирование, оно уменьшает, резко уменьшает количество ошибок, которые могут быть дальше в программе. Потому что здесь же после каждой итерации мы будем интересоваться, а попадаем мы в рамки идеи или не попадаем. Это то, что мы хотели или не то, что мы хотели. Как вы понимаете, что ошибки найдены на первых вот этих этапах бизнес-аналитиком. То есть как хорошо поработал бизнес-аналитик, все ли он выявил, все ли он зафиксировал, все ли он нашел все подводные камни, выявил их и нашел в пути решения. От этого зависит и успешность программного продукта. Итак, повторюсь, бизнес-аналитик в основном участвует, это его зона ответственности, это сбор, выявление требований, моделирование и прототипирование. Это не значит, что он не принимает участие на других этапах. Он, конечно же, принимает участие и там. И когда идет разработка и программирование, он консультирует программистов. И когда идет проверка и тестирование, он консультирует тестировщиков. И при внедрении эксплуатации, вот будучи бизнес-аналитиком, мне приходилось еще выполнять функции, ну, скажем так, это потом уже появились, ну, внедренцы. То есть поскольку я разрабатывал систему, поскольку я знаю, как работает система, ну, сам Бог велел рассказать об этой системе пользователей, научить пользователей работать с этим системой. Так, остановимся более подробно на первом пункте. Вот сбор и выявление требований. Из каких этапов он состоит? Ну, первое требование надо выявить. Это выявление требований, сбор требований. Бобок там, по-моему, 9 методов выявления требований озвучивает. Это и мозговой штурм, и интервью, и воркшопы по требованиям, и интеллектуальное операторство. То есть это все выявление требований. После того, как мы выявили требования, следующий этап – это анализ. Когда мы получаем большой скоуп требований, большой объем этих требований, мы должны их проанализировать, найти противоречивые требования, решить эти противоречия, провести анализ требований. После того, как требования проанализированы, все выстроено в логическую цепочку, мы начинаем их документировать. Мы документируем определенными методами, используя шаблоны, используя определенные правила, допустим, user story, use case, UML, BPMN. То есть документируем эти требования для чего? Для того, чтобы потом этими документами могли пользоваться другие участники процесса, такие, допустим, как программисты, тестировщики и, опять же, тот же продукт-оунер, владелец продукта или гениальный придумыватель идеи, который придумал, сформировал идею. После того, как мы все зафиксировали, все сформировали, мы начинаем проверку этих требований. Банальная проверка, хотя бы показать документы продукт-оунеру, и продукт-оунер скажет. Но продукт-оунер – это тот человек, который сформировал идею, он, в принципе, является владельцем продукта. Так, так, обзовем его. И занимаемся этой проверкой. Так. А, еще давайте остановлюсь на таком моменте. Что такое сбор и выявление требований? Надо, как я уже, может, сказал, но все-таки подчеркну это, потому что это основная роль и основная цель бизнес-аналитика. Надо найти все функции и найти все ожидания заказчика, все ожидания клиента, которые он вкладывает в эту систему. Он ожидает, что система будет делать определенные вещи, и эти ожидания надо все выявить. Отсюда вытекает и основная цель бизнес-аналитика. При всей его работе, при всем его, скажем так, знаниях, его единственная задача и цель – это уменьшить разницу между ожиданиями клиента и возможностями конечного продукта. Вот все вы видели картинку с качирой. Что хотел клиент, что продали заказчики, что услышали разработчики, как были зафиксированы требования. Вот, чтобы этого избежать, есть роль бизнес-аналитика, и этот человек обязан сделать так, чтобы клиент получил именно то, что он хочет, чтобы он увидел именно тот функционал, который он ожидал увидеть. Вот. Ни больше, ни меньше. Есть спорный вопрос по поводу больше, но, как показала практика, есть такое понятие, как золочение продукта, или, как, что это означает, что добавляется лишний ненужный функционал. А лишний ненужный функционал – это деньги, это, скажем так, неприятные неожиданности. Ну, иногда бывают приятные неожиданности. Вот. Как эту цель достигает бизнес-аналитик? Первое. Он собирает и выявляет требования. Как я уже говорил, надо выявить все моменты, все ожидания, которые ожидает клиент, который ожидает конечный пользователь, который ожидает спонсор, который ожидает все стейкхолдеры. Стейкхолдеры – это заинтересованные лица. Надо выявить все, во-первых, всех стейкхолдеров, во-вторых, все их ожидания. Дальше. Он управляет этими требованиями. Да, мы можем получить, к примеру, 100 требований. Пусть будет цифра 100. Отсюда у нас сразу возникает вопрос, а какое требование важнее, какое требование главнее, какое должно пойти с высшим приоритетом, какое должно с низшим, какое пойдет в первую версию, какое в вторую. Это называется управление требованием. Следующее. Чем занимается еще аналитик? Анализ требований. Часто бывают противоречивые требования. Кто-то хочет красный свет, кто-то хочет черный свет. Кто-то говорит, давайте здесь делаем переключатель. Это все требования надо прианализировать, посмотреть, соответствуют ли они критериям. На критериях требований, какие вот критерии хорошего требования, я сегодня не буду останавливаться, я на этом останусь более подробно, когда будет семинар. Следующее. Документирование требований. После того, как требования у нас проанализированы, они документируются. Документируются, причем надо еще понимать, как. Очень хорошо, что можно записать все требования, создать миллионы страниц документов, сказать, я здесь зафиксировал все, что можно, во всех разных видах. И все. Но, как показала практика, не количество страниц решает проблему качества продукта. А именно, как это не парадоксально звучит, вот есть такое правило, что аналитик считает свою работу завершенной тогда, когда из текста нельзя не выбросить ни слова, чтобы не потерять суд. То есть количество текста должно быть минимально. И надо понимать, когда аналитик берет, пишет какой-то документ, надо знать, кто будет читателем этого документа. Потому что писать документ ради документа и говорить, что здесь у меня все хорошо записано, если этот документ никем не востребован, то есть эта работа аналитика считается невыполненной. То есть документы должны быть минимум необходимы и в том виде, в котором готовы принимать его потребители, готовы принимать стейкхолдеры. То есть программистам, если надо модели данных, значит модели данных должны быть зафиксированы. Если программисты умеют читать use case, значит должны быть описаны use case. Если программисты умеют читать юзер-стори, должны требования быть задокументированы в виде юзер-стори. После того, как также для достижения цели уменьшения рисков о несоответствии ожидания программного продукта ожидания клиента, есть еще такой момент, как моделирование бизнес-процессов. То есть все эти движения, которые, к примеру, если взять почту, мы бросаем письмо в почтовый ящик, его потом изымает почтальон, потом почтальон несет нам в распределительный пункт, это должно быть все зафиксировано, должно быть все описано. И это должно быть отображено на бумаге. Для чего? Для того, чтобы в любой момент можно было посмотреть, как бизнес-процесс проходит. Если есть, допустим, в рамках программы есть какой-то бизнес-процесс, если это программа по делу производства или CRM, то, допустим, бизнес-процесс обработки заявления, он тоже должен быть зафиксирован, то есть какие этапы проходят это заявление. Это тоже должен сделать аналитик. Для чего? Для того, чтобы потом проанализировать и посмотреть, все ли учли, ничего ли не забыли. Как я уже говорил, поскольку бизнес-аналитик лучше всех разбирается в программном продукте, часто бывает, что ему приходится писать пользовательскую документацию. Это может быть просто пояснительная записка, это может быть просто инструкция, но для того, чтобы не оставить без поддержки конечных пользователей, приходится заниматься и такой работой. Чтобы понимать, как хранятся данные, чтобы понимать, как взаимодействуют эти данные, бизнес-аналитику часто приходится описывать статические структуры. То есть это одна из статических структур, это модель структуры данных, или вплоть до того, что заходить в зону ответственности архитекторов, описывать базы данных. Следующий метод, который используют системные аналитики и бизнес-аналитики, это использование стандартов и шаблонов. Для чего это сделано? Если требования зафиксированы в одинаковом виде, если над программным продуктом работает большое количество аналитиков, там 3, 4, 5, то есть без шаблонов не обойтись. Когда все зафиксировано, когда есть чек-листы, по которым проверяется, все ли покрыто, то очень удобно потом и программистам, и самим аналитикам, когда у тебя получается огромные по 4 тысячи, по 10 тысяч страниц документов, и они все одинаковые, они все сделаны по стандартам и шаблонам, их очень потом удобно поддерживать. То есть любой из пяти, ну не из пяти, допустим, любой из команды аналитиков может открыть любой документ, он четко знает, где что находится, в каком виде зафиксировано и в каком виде внести ему туда исправление. Поэтому один из методов, которые, один из принципов, которые должны использовать бизнес-аналитики, это использование стандартов и шаблонов. Следующее, что еще делает бизнес-аналитик? Часто приходится, есть такая вот, допустим, методология Scrum, каждый спринт завершается демонстрацией, достижение, что за спринт, за небольшую временную итерацию, за небольшую короткую версию сделала команда. И поскольку аналитик знает всю систему целиком, и поскольку аналитик является контактным лицом между бизнесом и командой разработки, то есть ему часто приходится разрабатывать и демонстрировать презентацию. Еще аналитик, скажем так, не один, у него есть полезные инструменты, это UML, BPMN, UML – это универсальный модельный язык, BPMN – это Business Process Model Notification, эти инструменты помогают ему описывать и предметные области, и модели данных, там все взвешено, очень удобно и хорошо. Следующее, есть у нас UX, есть у нас UI-щики, но часто бывает, что бизнес-аналитику приходится прототипировать и UX, и UI-интерфейс. UX – это User Experience, это удобство использования программы, то есть, да, такими скейлами должен, такими качествами должен обладать бизнес-аналитик. А UI – это вот User Interface, это именно вот, какими методами достигается это вот удобство. То есть, если бюджет позволяет, можно взять тогда специалиста по UX и по UI, если бюджет не позволяет, то есть, этим приходится заниматься бизнес-аналитику, и все только для того, чтобы ожидания заказчика были удовлетворены. Так, ну, теперь переходим к другому, не менее интересному разделу, это карьерный рост бизнес-аналитиков. Вообще, как можно попасть в бизнес-аналитики, откуда можно попасть в бизнес-аналитики. Первый, кто у нас есть – это первый шаг, первая ступенька. Первая ступенька – это… Секундочку. Так, да. Сделали вот так вот, открыли на все окно. Так, у нас были технические проблемы, они, скажем так, слегка перенеслись чуть дальше. Так, можно я попробую. Вот. Ну, презентация не предназначена для того, чтобы открывать на все окно, и поэтому некоторые буквы поплыли, но, я думаю, вы нас простите. Итак, возвращаемся к карьерному росту бизнес-аналитиков. Все начинается с того, что в один прекрасный день вы встали и сказали, «Ох ты, я хочу быть бизнес-аналитиком, я вчера послушал этот чудесный вебинар, и мне все здесь очень нравится, и я все-таки решил сделать первый шаг». Ну, для того, чтобы сделать первый шаг, вы должны обратиться в веб-академию, для того, чтобы посетить курсы обучения, для того, чтобы иметь более подробное представление. У вас нет опыта, но у вас есть большое желание. Кем вы можете стать? Вы можете стать стажером. Что вы должны уметь и какими навыками должны обладать? Ну, во-первых, зачатками всех навыков, которые должен обладать бизнес-аналитик, а также большим желанием и знанием предметной области. Опыта у вас в данном случае может быть вообще нисколечки. Ну, с чего-то надо начинать. Следующий шаг – вы уже поработали, вы уже знаете о процессе производства программного обеспечения не на словах, не по книгам, вы уже участвовали в процессе производства программного обеспечения, вы уже знаете, как выглядит UML-диаграмма, у вас есть уже опыт работы на проекте, хотя бы на одном проекте, у вас есть уже опыт работы около года, вы уже можете называться джуниор-бизнес-аналитиком. Что входит в ваши задачи? Ну, маловероятно, что у вас получится самостоятельно изучать предметные области, маловероятно, что вы самостоятельно будете фиксировать требования, но вносить некие изменения, писать некие change requests уже по написанному у вас получится. В таком темпе, с такими обязанностями вы поработаете около двух лет, и тогда вы уже можете задумываться о том, что вы переходите в следующую стадию, это middle. То есть у вас уже есть некий опыт, вы уже знаете, вы уже самостоятельно можете выявлять требования, вы уже можете работать, самостоятельно вести документацию, но вам еще нужна определенная поддержка более старших и более опытных товарищей. Вот проработав так около, ну там, еще пару лет, уже где-то там 3-5 лет, в зависимости от того, сколько у вас было проектов, если вы набрали в свой стаж там около 3-4-5 проектов, если вы уже работали 3-4-5 лет, вы уже встречались с заказчиком, вы уже вели переговоры, вы сами выявляли требования, вы сами начинали некоторые проекты, вы уже можете называться синиером. И дальше вы развиваетесь, развиваетесь, развиваетесь. Кончается ли на этом карьера бизнес-аналитика или не кончается? Дальше, если, скажем так, здесь мы росли ввысь до синиера, то дальше мы можем расти только вширь. Вот, имея знания, ну не стоит знания хранить в себе, вы можете стать ментором, вы можете обучать других джунов, стажеров, медлов, для того, чтобы повысить их навыки, для того, чтобы они могли вам потом помогать и тем самым вы повышаете качество продукта. Вот, развиваясь дальше, тоже уже не ввысь, а вширь, вы можете стать тем лидом, вы можете управлять группой аналитиков, то есть распределяя обязанности, здесь вы должны обладать определенными тоже навыками, то есть people management должен быть вам не чужд, вы должны понимать и тонкости организации человеческой личности и взаимодействия в команде. Развиваясь дальше, может вам понравиться быть продукт-менеджером, то есть управлять продуктом, смотреть, как развивается продукт, как его выводить на рынок, определять, что сейчас более востребовано или менее востребовано для конечного потребителя или для спонсора, то есть быть продукт-менеджером. Дальше можно придумать, может, как, можно придумать и свой продукт, если вашу голову посетила гениальная идея, вы становитесь продукт-оунором, вы владелец продукта, вы его развиваете, ну или прокси-продукт-оунором, если вы, допустим, не один его придумали. То есть вот такой вот карьерный рост. Этим можно заниматься, я этим занимаюсь уже, скажем так, лет, больше 15 лет. Начиналось все, да, со стажера, вот, а сейчас удалось поработать во всех этих, скажем так, представлениях. И я могу сказать, что есть куда дальше развиваться, потому что каждая предметная область, каждый новый проект приносит новые знания, новый опыт проектов уже было более 20, я так чувствую, впереди еще их тоже будет немало. Вот у меня часто спрашивают, а почему я, допустим, ну, почему в этой схеме, да, которую я вот сейчас представляю, карьерный рост бизнес-аналитика не заканчивается PM-ом? Почему вот бизнес-аналитик рос-рос-рос-рос-рос и становится PM-ом? Вот, почему здесь такого нету? Ну, я, в моей картине мира это, в принципе, и нелогично, и неправильно, почему? Потому что PM-ство имеет примерно такую же структуру, вот как ввысь, но не в стороны роста. Тоже есть джуны PM, есть медлы, есть синьер, это абсолютно другая предметная область. Бизнес-аналитик, если вот вкратце, он управляет требованиями, PM управляет своим железным треугольником, время, деньги и ресурс, люди. Вот, это абсолютно по-другому. У бизнес-аналитиков есть бабок, у PM-ов есть PM-бок. То есть бизнес-аналитик не перерастает в PM. Точно так же, как и тестировщик не перерастает в бизнес-аналитик или в PM. Это разные профессии. Вот так, так, идем дальше. Какими качествами должен обладать бизнес-аналитик? Потому что все мы люди, все мы человеки, и все-таки личные качества тоже должны использоваться. И бизнес-аналитик должен знать, что от него ожидают другие. Ну вот, бизнес-аналитик должен уметь спрашивать и задавать вопросы. Один из самых распространенных методов выявления требований – это интервью. Вовремя заданный вопрос «Зачем?» просто решает массу проблем. Также спрашивать и задавать вопросы – это отдельное умение, которое бизнес-аналитик должен развивать, как внутри себя, так и почерпывая знания из других источников. Для чего? Для того, чтобы четко получить информацию от носителей этой информации, от специалистов предметной области. Потому что бизнес-аналитик зачастую не является специалистом предметной области. И ему не надо таковым быть. Достаточно уметь спрашивать и уметь задавать вопросы. Следующий навык, которым должен обладать бизнес-аналитик – это умение слушать. Как показала практика, заинтересованные лица, стейхолдеры, они, когда высказывают требования, часто они описывают решение проблемы, которые у них есть, но не описывают саму проблему. И бизнес-аналитик должен обладать такими навыками, чтобы услышать эту проблему через ее описание, чтобы уметь читать сквозь строки, чтобы понять, что хочет сказать и какую мысль хочет донести вам стейхолдер, заинтересованное лицо, а не то, что он говорит вам словами. Потому что если бы люди могли передать всю информацию, которую они обладают, словами, то большое количество проблем в жизни человечества просто бы не возникало и исчезало бы сразу же на кору. Создание комфортных условий общения. Бизнес-аналитик часто приходит общаться с людьми. Если бизнес-аналитик не умеет создавать комфортные условия общения, есть риск о том, что люди некоторые будут замыкаться в себе. И процесс сбора и выявления требований будет достаточно сильно усложнен. Поэтому бизнес-аналитик должен поставить себя в такой ситуации, что и чувствовать себя, как бы ему сложно не было, каким бы стрессом он не находился, что дорогие соинтересованные лица, дорогие стейкхолдеры, я рад вас видеть. Мы собрались здесь для того, чтобы решить большое количество вопросов. Я чувствую, что вы тоже рады меня видеть. И это чувство должно передаваться им. Когда люди находятся в комфортных условиях, когда они расслаблены, работа идет лучше, работа идет веселее. И поэтому бизнес-аналитик должен знать, как сделать так, чтобы условия были комфортные. Надо принести печеньки, пусть будут печеньки. Надо рассказать веселый анекдот, рассказать веселый анекдот. Надо улыбнуться, надо улыбаться. Идем дальше. Наблюдательность. Бизнес-аналитик должен быть наблюдательным. И очень наблюдательным. Почему? Потому что часто получается так, что люди, которые выполняют регулярно одну и ту же работу, люди, которые уже достигли высоких уровней квалификации, когда их квалификация переросла из… ну, уже доросла до, как, насведомого неосознанного знания, когда они уже знают, как это делать надо, но не могут объяснить, почему. И они часто не рефлексируют, чтобы объяснить, почему они принимали то или иное решение, и почему они делали то или иное действие в той или иной жившейся ситуации. Поэтому бизнес-аналитик должен быть наблюдательным, для того, чтобы потом зафиксировать свои наблюдения и сделать соответствующие выводы. Бизнес-аналитик должен быть стрессоустойчивым. Почему? Часто бывает так, что от одной группы заинтересованных лиц получил одни требования, от другой группы заинтересованных лиц получил другие требования. На следующий день эти требования уже противоречивы. От тех же людей ты получаешь ещё одни противоречивые требования, и это не должно у тебя вызывать никаких эмоций. Это вполне нормальный процесс, потому что человек в один момент смотрит на систему под одним углом, прокручивая определённые ситуации, в другой момент под другим углом, и аналитик должен держать себя в руках. Стрессоустойчивость — просто залог здоровья. Мы понимаем, что система будет всё равно построена, она будет слаженной, и поэтому мы чётко держим себя в руках. Навыки анализировать и обрабатывать информацию. Мы понаблюдали, мы пособирали требования, мы получили огромнейший скоп информации, и теперь надо это всё привести в порядок, теперь надо это всё систематизировать, теперь это надо всё обработать. И этот навык тут крайне полезен. Способность решать проблемы и конфликтные ситуации. Часто бывает, что на встречах при выявлении требований мы делаем такое мероприятие, которое называется воркшоп по требованию, когда собираются разные заинтересованные люди, лица, разные заинтересованные стороны. И часто эти заинтересованные стороны имеют конфликты как в идеологическом развитии продукта, так и в концептуальном, концептуальные конфликты. Аналитик должен иметь навыки для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы не развивать конфликт, для того, чтобы конфликт пресечь на корню. Для этого также ему понадобится навык ведения переговоров. Как правильно провести переговоры, как подготовить всех участников переговоров к продуктивной работе, как завершить переговоры, какие документы надо подготовить в начале, какие документы надо подготовить в конце и как уведомить всех участников этого процесса. Умение работать в команде. На передовой он как на острие, так и потому что он встречается с заинтересованными лицами, он общается с командой. Это его работа. Умение работать в команде – один из основных навыков. Аналитик должен быть агрегатором всего самого хорошего и мудрого, что есть в команде. Идем дальше. Инженерный подход – выработка решений. Когда мы собрали требования, когда мы собрали достаточно большой объем информации, мы уже их проанализировали, надо найти пути решения. И тут аналитику надо будет использовать инженерный подход. Чтобы понять, что такое инженерный подход, если я не ошибаюсь, с греческого переводится инженер как создающий из ничего. На чистом листе бумаги из имеющихся идей надо получить эту идею, развить и воплотить ее. То есть хотя бы в моделях, хотя бы в прототипах, хотя бы на бумаге. То есть аналитик должен на основании каких-то входных данных создавать из ничего что-то. Умение быстро учиться. Это очень полезно для того, чтобы изучать другие предметные области, для того, чтобы понимать прецеденты, которые там происходят, для того, чтобы понимать процессы. 15 лет в этом бизнесе и 15 лет каждый день новости, новости, новости. Приходится изучать эту предметную область, эту, эту, эту. Как я уже сказал, аналитик не должен быть экспертом предметной области, но он должен разбираться в предметной области на уровне, достаточном для того, чтобы фиксировать требования. У аналитика это следующее. У аналитика должно быть также развитое, хорошо чувство эмпатии. Что это такое? Аналитик должен понимать и чувствовать других людей. Он должен уметь себя поставить на место другого человека. Для чего это? Для того, чтобы понять, как будет себя чувствовать с этим программным продуктом, который аналитик разрабатывает вместе со своей командой, конечный пользователь. Для того, чтобы он почувствовал, как будет видеть этот программный продукт, продукт-онер и другие заинтересованные лица. Поэтому этот навык тоже очень нужен бизнес-аналитику. Следующий шаг, о котором хотелось бы рассказать, это кто может стать бизнес-аналитиком. В принципе, бизнес-аналитик может стать любой человек. Гуманитарий, технарь не имеет значения. Да, этот человек должен воспитать в себе те качества, которые были перечислены выше. Этот человек должен обладать уже зачатками этих качеств. Если вы посмотрите на себя, вы увидите, что эти качества есть у вас в достаточно нужном объеме. Я еще не встречал тех людей, которые не имели таких зачатков. Кто еще может стать бизнес-аналитиком? Тот, кто имеет большое желание. В принципе, обладая этими качествами и большим желанием, все остальные навыки, которые приходят с опытом. День за днем эти навыки будут расти, и любой человек может стать бизнес-аналитиком. Это я уже сказал. И теперь в завершение, как уже было сказано выше, готовится курс по системному бизнес-анализу. Что вы узнаете в рамках этого курса? Во-первых, я расскажу, что такое требования к программному обеспечению. Какие они бывают, какие делятся, и вообще просто что такое требования. Критерии хорошего требования. Как зафиксировать так, чтобы требование считалось хорошим. Чтобы было понятно, что не дать, не взять. Великолепно написано, четко, понятно, прозрачно. Следующее. Методы выявления требований. Как эти требования получать? Как эти требования выудить? Где найти их? Как понять, что надо для этого программного продукта? В рамках курса будет рассказано, какие методы выявления требований вообще бывают, и как их применять. Сразу же говорю, что это не перечитка в Википедии. Каждое слово проверено на опыте. Очень большое количество примеров, и кроме этого есть еще и практические занятия. На каждую тему есть по практическому занятию, и я знаю, для особо одаренных есть домашние задания, которые потом разбираются со всей группой. Так, возвращаемся. Методы выявления требований. Анализ. Методы анализа требований. Как я уже сказал, мы уже повыявляли, теперь надо знать, с какой стороны подойти к этому большому пирогу, к этому большому требованию, чтобы по чуть-чуть откусывать, чтобы понимать, все ли мы получили или не все. Закончили мы работу с требованием, или надо еще чуть-чуть выявлять эти требования. Документирование требований. Какие виды документов бывают? Когда они должны появляться? Вообще, какие артефакты бывают при работе аналитиков? И кому они нужны, востребованы? В рамках также этого курса мы будем писать концепт-документ, видение. Напишем юзер-стори, научимся разрабатывать юзер-стори, поймем вообще, чем юзер-стори отличается от юз-кейса, и что такое юзер-кейсы, и откуда они берутся. Дальше мы будем делать модели и прототипы. Моделировать как и горизонтальные, так и вертикальные прототипы. И, конечно же, будет посвящен большой блок UI и UX, то есть удобству использования и красоте использования программного продукта. Управление требованиями также будет освещено в этом курсе. И нотации DF0, BPMN, UML. Если будет большое желание, потому что это отдельные курсы, можно более глубоко остановиться на методологиях, вообще какие используются в IT, но это больше по project-менеджерский курс. Я знаю, что у ребят он есть, то есть он достаточно неплохой. И более подробно остановиться на работе с такими инструментами, как Confluence и Jira. Потому что Jira – это инструмент по управлению требованиями, управлению проектом. А Confluence – это достаточно удобный инструмент, который позволяет очень хорошо и удобно работать с документами и документировать требования. Про нотации я уже сказал. Будем останавливаться на каждой нотации, будем рисовать статические диаграммы, динамические и в UML, и в BPMN. То есть я думаю, будет интересно, будет познавательно, и после этого можно уже заниматься системным бизнес-анализом. Кому будет полезен этот курс? Ну, начинающим бизнес-аналитикам, тем бизнес-аналитикам, которые, ну, вплоть до уровня медла, потому что я уверен, что синеры это все знают, они это используют каждый день. Медлам, ну, я бы рекомендовал. Почему? Потому что, ну, есть такое пагубное явление, которое называется энтропия, с ним надо бороться, и в принципе это помогает систематизировать знания, и это для того, чтобы работать потом продуктивно. Ну, джунами и стажерам 100%. Ну, опять же, тем, кто просто хочет узнать, что такое бизнес-анализ. Это будет полезно еще и для уже работающих PM, потому что это позволит посмотреть на программный продукт с другой стороны, и для QA, для тестировщиков. Так, что у нас дальше? А дальше у нас вопрос. Анастасия, нажмите мне кнопки, я не знаю, как там нажимать. Можно ли подробно остановиться на UI UX? Можно. Этому посвящено 6 часов, там уже более подробно, ну, я не знаю, как он мог остановиться. UI и UX. Куда более подробно. Ну, или расшифруйте вопрос. То есть, есть 6 часов, приходите, послушайте, будет интересно, будет полезно. Будем рисовать интерфейсики, посмотрим вообще, чем UI отличается от UX. Так, как вам БА помогает? Как БА помогает ПМ решать конфликтные ситуации в управлении изменениями? Ну, опять же, тут бы желательно расшифровать этот вопрос. Вот, ну, буду отвечать, как пойму. Бизнес-аналитик вообще знает систему, как она, ну, он должен знать, вот надо посмотреть еще в зависимости от проекта. Почему? Потому что бывает, что бизнес-аналитик, ну, хороший, да, но ПМ, он тоже вырос из бизнес-анализа, и он лучше разбирается в продукте, чем в бизнес-анализе. Ну, бывает по-всякому. Но по, скажем так, стандартной ситуации, бизнес-аналитик очень хорошо знает программный продукт. Он напрямую общается с продуктом, он знает его ожидания. И, в принципе, конфликтные ситуации в управлении изменениями ПМ помогает решать бизнес-аналитик в том ракурсе, что помогает управлять ожиданиями клиента, ожиданиями заказчика. Вот, ну, какие были ситуации? Встречаемся с ПМ, вот что делать раньше? Вот это вот или вот это? Бизнес-аналитик может проанализировать, пользуясь своими скиллами, ситуацию там на два шага вперед, можно сказать, вот это вот требование будет более востребовано для следующей итерации. Вот. Поэтому знание продукта и скиллы, которыми были перечислены выше, да, бизнес-аналитик поможет. Так, следующее, что у нас есть? Можно подробно о юзер-сторе и юзкейсах? Можно подробнее, этому посвящено 3 часа лекции, то есть есть шаблоны, есть все. Вот, ну и насколько подробнее, почему? Потому что, ну, коротко о юзер-сторе. Юзер-сторе имеет следующую структуру. Я, как пользователь, как пользователь это описание роли, хочу сделать такое-то действие, то есть сделать, допустим, ну, войти в личный кабинет, это вот акция, вот, и обязательно цель для того, чтобы получить доступ к своим данным. Вот, то есть имеет юзер-сторе следующую структуру. Я, роль, действие, цель. Роль, действие, цель. Также юзер-сторе может быть расширена дополнительными блоками, такие, допустим, как критерии приемки. Для достижения вот этого вот юзер-сторе программа считается, но она считается с данным, если соответствует следующим критериям. Там перечисление критериев. Ну, не знаю, если, допустим, дальше моделировать ситуацию с ходом в личный кабинет, что критерий, к примеру, стори считается успешным, если при введении пароля пароль прячется звездочками. Юз-кейсы. Не юзер-кейсы, а юз-кейсы. Что это такое? Это структура описания информации. Она очень хорошо описана в книге Карла Виггерса. Имеет следующий, вот так по памяти, следующий блок. Это название юз-кейса, описание вообще, что мы делаем, роли, какие использует этот юз-кейс, предусловие. Ну, что такое юз-кейс? Это вариант использования, это некая последовательность действий. Вот предусловие, когда это действие может выполнено быть, основной сценарий, то есть это такое, ну, инвестировщики это еще называют позитивный сценарий. Когда мы идем шаг за шагом, и нам ничего не мешает. Вот и альтернативный сценарий, что вот, допустим, если на шаге А у нас, ну, на шаге там 3 у нас ничего не получилось, то в альтернативном сценарии у нас есть шаг 3А, который говорит, что если, допустим, вы неправильно ввели логин, пароль, то система выдаст вам такое-то сообщение. Это сказал о позитивном сценарии, основной сценарий, альтернативный сценарий, потом постусловие и результат выполнения. Так. Да, есть ли шансы, я просто другой вопрос там уже смотрел, есть ли шансы устроиться на работу без опыта только после курса? Скажу честно, да. Я скажу честно, а тут можно говорить про другие организации или нет? Окей, есть такая организация SoftServe, которая, в принципе, даже набирала какое-то время людей, которые имели вот опыт, ну, после курсов, они набирали свою там школу и, да, у них были 3 неаналитики, которые желания не имели опыта. Но я могу сказать, что, ну, у меня, я же тоже не родился аналитиком, тоже же не было опыта. Кстати, еще такой момент, тоже давно занимаюсь менторской деятельностью, когда есть большой проект, набирали под большой проект, именно вот в мою команду, ну, людей без опыта, людей с желанием, потому что работы очень много и есть такая работа, которую, да, ну, можно поручить ответственному начинающему аналитику, который закончил только курсы, да, под контролем, и там год, два, три, то есть люди вырастали очень высоко, и сейчас уже по 5 лет прошло, они уже ведущие аналитики, и их, ну, на моей памяти, человека три, скажем так, ну, их было много, но есть вот три человека, которым я горжусь, и они действительно начинали с нуля, и это было, ну, не так давно. По сути, получается, все шишки сыпятся, как на, ну, на бизнес-аналитика, как быстро вы научились не принимать все на грудь, близко к сердцу. Честно сказать, не научился, все переживаю, все думаю, как это бедные, несчастные пользователи будут работать с такой чудесной программой, вот, но стрессоустойчивость и понимание о том, что каждую ситуацию можно как-то повернуть в позитивном направлении. Это позволяет жить и работать дальше. Ну, я бы не сказал бы, что, по сути, все шишки сыпятся на аналитика. Да, он один из главных людей, ну, один из основных людей, которые общаются непосредственно с бизнесом, но там тоже работают люди, которые понимают, что бизнес-аналитик представляет команду, и он является неотъемлемой частью команды. И все, что говорится бизнес-аналитику, это говорится всей команде. Вот, поэтому бывает, но вот тут вот как раз уже ничего страшного. Почему? Потому что, ну, это работа, это часть работы, это надо понимать и принимать. А если БАА просто приносит стык новых требований, спрашивает ПМа, куда и как, и когда их всунуть и реализовать? Получается, что БАА, наоборот, мешает процессу разработки ПМу. Это вопрос к изменениям. Вот тут вот давайте уже разбираться от начала до конца. вот. Кто, во-первых, какие процессы у вас построены, что значит БАА приносит новые требования, и почему новые требования мешают ПМу? Ну, просто тут какой-то нонсенс в голове, это у меня не укладывается. То есть, делая выводы из этой, из вышеописанного, то есть, у нас есть команда, у нас есть ПМ, у нас есть бизнес-аналитик, который находится мимо команды, команда себе живет и здравствует, получая, делая какую-то программу, причем, если дальше, ну, не углубляться в эту ситуацию, то по каким-то требованиям, которые ранее принес бизнес-аналитик, и тут, получается, бизнес-аналитик приходит, начинает им мешать жить, принося еще новые требования. Ну, мне кажется, где-то здесь, или я, может быть, вопрос неправильно понял. То есть, это, ну, как это так чудесно, ПМ выкинул бизнес-аналитик из процесса разработки программного обеспечения. Вот. У меня тогда большое количество вопросов к этому ПМу. Почему? Потому что, какую методологию используем, что, допустим, знает этот ПМ о скраме, об итерационной разработке, о том, что изменять скоуп, допустим, в рамках спринта, ну, это, допустим, достаточно нежелательно. Есть методы, которые, ну, говорят о том, что, да, бизнес-аналитик принес кучу требований, спрашивают, куда их втиснуть, ну, извините, бизнес-аналитик принес требования, они не легли в бэклог. Дальше уже ПМ сам принимает решение. В зависимости, вот тут уже работа идет ПМ. Бизнес-аналитик может приоритизировать их, а ПМ уже решает, делает он это или не делает. Почему? Потому что бизнес-аналитик, ну, не управляет процессом разработки, управляет процессом разработки именно ПМ. Бизнес-аналитик может принести кучу требований, сказать, глубоко выважаемый ПМ, сделай. А ПМ говорит, у меня бюджета нет, у меня нет времени, у меня нет ресурса. То есть мы это сделать не можем. Это должно быть донесено до бизнеса. Вот и все. Поэтому, ну, тут надо более глубоко разработать, ну, разбирать ситуацию. Бизнес-аналитик не может мешать ПМ. Он часть команды, он член команды. Вот, может ПМ просто мешает команде. Так, что у нас? Кто лучше понимает проект из вашего опыта? Конечно, бизнес-аналитик. Почему? Потому что, чего? Потому что он, ну, смотрите, давайте еще раз расставим точки над «и». Если мы вспомним такую нашу веселую методологию, которая называется скрам, у нас есть там три чудесные роли. Это продукт-онер, который рано или поздно, да, у нас там есть синий, бизнес-аналитик, он станет когда-то продукт-онером. Он был бизнес-аналитик, продукт-онер, скрам-мастер, человек, который непонятно, чем занимается, но благодаря ему мы знаем, что такое скрам, и команда. Теперь, кто у нас есть в команде? У нас в команде есть кросс-функциональность, то есть люди, которые могут выполнять разные роли. В команде нет ПМа, в команде нет бизнес-аналитика, но есть роль, которая нужна, чтобы управлять процессом. Это роль ПМа. Ее могут выполнять как один человек, так и другой человек. ПМ знает об управлении процессами, ПМ знает об управлении своим железным треугольником, он мало что знает о продукте. Дальше, есть бизнес-аналитик, который является еще прокси-продукт-онером. Он очень хорошо знает. Это, повторюсь, это тоже роль, потому что мне удавалось, мне приходилось совмещать как и роль ПМа, так и роль бизнес-аналитика. И это нормально совмещалось. И поэтому такой вопрос, кто понимает лучший проект бизнес-аналитики или ПМ, ну, когда я ПМ по утрам, я его плохо понимаю, когда я по вечерам бизнес-аналитики, я его шикарно понимаю. Поэтому надо разбирать конкретную ситуацию. Бизнес-аналитик должен абсолютно четко разбираться в в этом самом продукте. он абсолютно должен хорошо разбираться в проекте. Он должен знать, что с чем связано. А ПМ должен великолепно разбираться в сроках, в бюджете, в количестве задач, которые созданы, как эти задачи реализовываются, как эти задачи, ну, сколько ресурсов надо, сколько людей надо для того, чтобы реализовать ту или иную задачу, сколько это займет по времени, сколько это займет по деньгам. Вот этим занимается ПМ. А бизнес-аналитик знает, из чего состоит проект, какие функции в него входят, как он развивается и дальше. Поэтому, кто лучше понимает проект, ну, не знаю, каждый, наверное, понимает по-своему. Вот, и в рамках своей предметной области. Должен ли БА знать возможности разработчиков для определения и отменения ненужных требований, зная языков программирования, основ технологий? Итак, ну, давайте опять вернемся к моему опыту. Мой опыт говорит следующее. Разработчики могут сделать все. Должен же ли бизнес-аналитик разбираться в технологиях? Если бизнес-аналитик представляется в такой виде, как системный аналитик, да, он обязан разбираться в технологиях. Он должен знать, если идет построение на реализационной базе данных, принципы реализационных моделей данных, принципы работы моделей данных. если система строится, допустим, RESTful API, он должен знать, как этот RESTful API работает. Системный аналитик должен четко разбираться в технологиях, он должен полностью знать возможности команды, возможности технологии. Но, опять же, не являясь носителем передовых знаний по этой технологии, он в моей картине мира не имеет права отменять требования. Вот он получил требование, он должен его зафиксировать, потом, общаясь с командой, он должен высказать мнение. Две итерации. Сбор требования, выявление требований, и потом анализ требований. Анализ производится вместе с командой. Почему? Потому что, скажу честно, был молодой горячий аналитик, могу решить за команду, могу решить за разработчиков, могут мои разработчики это сделать или не могут. Как показала практика, были ошибки. то, что мне казалось сложным, они говорили, это делать две минуты, то, что мне казалось простым, мне потом объясняли, что это делать достаточно сложно, и объясняли почему. Поэтому я крайне против, чтобы на переговорах отменять эти требования. Если у вас закрадывается подозрение, вы не уверены, что это можно сделать или нельзя, возьмите лучше паузу, но системный аналитик должен разбираться в технологиях. Бизнес-аналитик, являюсь тоже бизнес-аналитиками, это с нашего первых трех слайдов, то есть он должен написать бизнес-процесс и найти уже готовое решение для автоматизации этого бизнес-процесса. Там уже не технология, там уже знание решений. Функциональный аналитик собирает функции, почему? Потому что между функциональным аналитиком и бизнесом есть еще продукт-оннеры, как правило, продукт-оннер разбирается и все это обсуждается. Еще также вспоминая такую методологию, как Scrum, там есть такая интересная вещь, которая называется, как вы помните, бизнес-аналитики, разработчики, PM, это все одна большая команда, там daily-sync, story-time, то есть когда команда вся вместе собирается и обсуждает, как это будет реализовано. Это нивелирует ту ошибку, что аналитик может сказать, это можно сделать, а окажется, что нельзя, или он скажет, что это сложно сделать, а окажется, что легко, тогда в обсуждении принимает сразу участие вся команда. Так, получается, что БАО управляет бэклогом, выполняет роль ПО. Ну, продукт-оннера иногда да. Вот, ну, смотрите, опять же, если мы работаем по Scrum, вот, окей, да, у нас есть четкий продукт-оннер, он является промежуточным звеном между бизнесом и промежуточным звеном между командой, продукт-оннер следит за тем, как разрабатывается продукт, а теперь вы представляете, вы работаете продуктовой компанией, которая напрямую вышла с работу с конечными бизнесами, с конечными потребителями этого программного продукта, и вы общаетесь с людьми, которые представляют бизнес. Вот, к примеру, пишете какую-то CRM, вот, и вас, вам сделали заказ для кастомной CRM, и вы собираете требования, у кого вы собираете требования, у менеджера по продажам, очень прекрасно, и теперь вам, вы считаете, что менеджер по продажам является продукт-оннером, маловероятно, и получается, кому-то надо управлять бэклогом, и получается, бизнес-аналитик перенимает на себя роль продукт-менеджера, который и управляет бэклогом, то есть, опять же, не всегда получается выделить роль продукт-оннера, не всегда получается работать по CRM, можно тогда бизнес-аналитика назвать продукт-оннером, вывести его из команды и сказать, окей, с этой секунды ты продукт-оннер, и ты общаешься с бизнесами, команда работает без тебя, но ты великолепно описывай юзер-стори, и будешь их приоритизировать, и будем жевать тебя на стори-тайм. Вот. Я вот, если честно, не понял вопрос, ключевой аспект в разработке проекта БАА. Ну, смотрите, опять возвращаясь к этим agile методологиям, опять возвращаясь к Scrum, ну, не знаю, почему сегодня так все по Scrum, мне, как владельцу бизнеса, и как человеку, который является, допустим, продукт-оннером, или не нанимает продукт-оннером, для того, чтобы он разработал программу для моего бизнеса, в принципе, команда разработчиков является одним целым, и нельзя сказать, что бизнес-аналитик является ключевым, ну, вы понимаете, что он, да, он идет первый, он идет в атаку, он собирает все требования, но если не будет разработчиков, ну, уж извините, требования мы не продадим, продукт из требований мы не слепим, поэтому, ну, получается, что бизнес-аналитик, без разработчиков никто, окей, мы сделали продукт, но надо же это все проверить, надо же посмотреть, как оно работает, надо посмотреть, как это вообще взаимодействует, нам нужны тестировщики, и получается, что бизнес-аналитик и плюс девелоперы, плюс разработчики, без тестировщиков, тоже никто, вот, поэтому сказать так, что, ну, он является ключевым звеном, можно работать бизнес-аналитиком, без бизнес-аналитиков, можно, PM собирает требования, можно работать без PM, можно работать без PM, девелопер собирает требования, что мы потом получаем, ну, мы потом получаем, если сценарий негативный, что нам нужен PM, что нам нужен бизнес-аналитик, вот так, поэтому сказать, что он является ключевым сотрудником, без которого нельзя делать программный продукт, ну, это неправда, но благодаря бизнес-аналитику, ожидания бизнеса будут соответствовать той программе, которую он получит, без бизнес-аналитика, это очень сложно получить, особенно, если системы достаточно сложные, вы бы посоветовали выбрать именно сферу БА из всего перечня списка вакансий, ну, мне больше, конечно, ближе системный аналитик, но, ну, из того перечня вакансий, который там озвучился, но бизнес-аналитик, это, в принципе, тоже достаточно интересно, и есть уже много инструментов, которые помогают изучать бизнес, его автоматизировать, есть уже готовые решения, то есть, ну, вы понимаете, как каждый кулик свое болото хвалит, вот из перечня тех вакансий, я вам посоветую выбрать любую, мне в последнее время очень импонирует дата аналитики, я недавно узнал о вреде, вот такое, вы знаете, как расчета среднего и медианного, вот, в чем большая разница, вот средняя зарплата по стране, да, и медианная зарплата по стране, я вот даже для себя выписал, то есть, в рамках, ну, думал не рассказать, но все-таки поумнейшую расскажу, вот, допустим, чем средняя отличается от медианов, есть у нас такой ряд, который, вот, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, средняя мы получаем, 115 делить на 7, это средняя зарплата у нас, ну, при таких этих, будет 16,43, сотых, ну, понимаете, люди, которые имеют зарплату 0, 1, 2, 3, 4, 5, ну, соответственно, не дотягивает, опять же, тот же самый ряд, если считать медианное, то мы получаем цифру 3, вот, и это все чудесно знают, дата аналитики, поэтому, в принципе, можете выбирать любую профессию, из того списка, можете выбирать не из того списка, потому что все профессии важны, все профессии нужны, так, все по-моему, ура, закончилась вода, закончились вопросы, закончилась лекция, все, меня слышно? Все, всем доброго вечера, всем хорошего дня, всем хорошего настроения, увидимся на семинаре, всем пока. Ну что ж, спасибо большое всем за внимание, большое Андрею за интересный доклад, было очень великательно, мы...